Встреча с очередной «Борьбой с фальсификатом», изложенной в 11 главе в книге «Карабах. История контексте конфликта», изданной азербайджанскими фальсификаторами-академиками в 2014 году на русском языке в Санкт-Петербурге. 11 глава книги подготовлена доктором исторических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной Академии Наук Азербайджана Махмудом Исмаилом. Ничего смешного, он уже умер. И вообще в этой книге умер каждый второй автор. Словно злой рок какой-то навис. Кладбище ученых. И спросить-то не с кого. Две мамедовы здравствуют и те женщины. К тому же не просто женщины, а женщины мамедовы. А это серьезно. Особенно после лепки дюшпяря браться немытыми руками за написание собственной истории, которой нет в таком большом количестве, как они нам предлагают. Ладно, гейдарам в помощь. Речь сейчас не о мамедовых. Речь, как я уже говорил, о покойном Махмуде Исмаилове и его главе, в которой основной акцент сделан на этот раз на культуре Азербайджана и, в частности, на Коврадирии. Буквально несколько дней назад весь древнеазербайджанский мир отметил праздник весеннего равноденствия Новрус-Байрам. Отметил весело. Отметили не хуже остального древнекаргызского или древнеказахского мира. С той лишь разницей, что древнекаргызский мир даже не догадывается, что отмечает древнеазербайджанский Новрус. А пока древние веселились и угощались национальными блюдами, древние азербайджанцы тоже угощали, но блюдами новорожденных персов-иранцев. Ба-шакярь-бура, гогал, плов-шафраном и многими другими иранскими вкусностями, имеющими иранскую этимологию. Впрочем, как и сам Новрус-Байрам, который перенят из персидского языка и переводится с фарси «Нов» – «Новый», «Рус», «День» и «Байрам» – «Праздник», то есть «Праздник Нового Дня». И никого это не волнует, главное, что праздник древнеазербайджанский. А учитывая, что этот праздник отмечается иранскими народами со времен Ахименидов и Заратуштры, тоже не беда. Перепишем, так сказать, переделаем от Азербайджанин и с Безимдирем, что называется. Это касаемо культуры. Теперь о коврах, о которых говорит Исмаилов в книге. На кавказских и других рынках шушинские ковры были известны под названием «карабахских ковров». Исследователи, занимающиеся изучением ковроткатского искусства, установили 11 узоров, которые использовали карабахские мастера. Любопытно, что имена этих исследователей не упоминаются в книге. Я бы заглянул. И не для того, чтобы убедиться в этих самых 11 узорах, а какой национальности были эти карабахские мастера. Год назад с вами уже я говорил о коврах. Имеется и запись на канале в YouTube. Выпуск подписан ковровым бумом. Можно его посмотреть, чтобы мне снова не повторяться. Добавлю лишь, что история ковроткатского искусства проливает свет на ареал, где нынче расположены такие страны, как Турция, Армения, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан. Если к этим странам прибавить логику и вычесть из ареала такие страны, как Турция, Азербайджан и Туркменистан, то останутся Армения, Иран и Афганистан. Почему я вычел именно Турцию, Азербайджан и Туркменистан, возможно спросите вы. Потому что если заглянуть на карту даже начала новой эры, то тюрок в регионе еще не было. До их прихода еще десятки веков. А в регионе мы видим только Армению, Парфию и Кушан. То есть страны, которые и сейчас существуют под названием также Армения, Иран, Парфия и Кушан, Афганистан. Все три государства не были тюркскими, а населяющие народы этих царств нынче здравы и называются армянами, персами, пуштунами и другими ираноязычными народами. И как правило, наверняка вы заметили оседлыми народами. Ибо ковроткачество требует оседлости. Долгой оседлости. Именно эти регионы являются оспариваемыми в мировой культурологии базой основ ковроделия с использованием шерсти домашних животных, растительных красок, химии тогда не было как таковой, и прочего сырья, используемого оседлыми народами. А тюрки, как известно, долгое время и даже по сей день являлись кочевыми или полукочевыми племенами. Но это не значит, что они ничего не ткали. Естественно, у них были тоже свои войлочные изделия, также изделия из кожи, которые служили и декором, и одним из способов укрытия от природных стихий в юртостроениях. Именно по этой причине, как я уже говорил несколько месяцев назад, в азербайджанском языке дома не строят, а шьют. Эфтикмяк. В дословном переводе с азербайджанского шить дом. Шить, а не строить. Есть масса литературы о том, что армянское Нагорье стало отправной точкой ковроделия и сырья для этого вида искусства. Так как именно на этом Нагорье добывалась та самая красная краска из определенных растений для окрашивания пряжи. И за нею пребывали купцы из дальних стран. Об этом, например, пишет британский востоковед-культуролог Барбара Брент в книге «Исламское изобразительное искусство». Или в книге Ульриха Шурмана «The Pazeric. It's Use and Origin». Никто не спорит, что со временем, с приходом тюрок в регион, ремесло ковроделия стало популяризироваться в азербайджанской и туркменской среде. То есть тюркской среде. Этому виду они обучились довольно быстро, как только стали оседлыми. И в какой-то степени даже образовали свой стиль, отличный от стиля наставников. Но говорить о том, что по всему Кавказскому региону были известны карабахские ковры, намекая на азербайджанские, провальная довольно-таки позиция. Хотя бы потому, что в Карабахе основным населением были армяне. А до прихода тюрок тем более стержневым населением являлись в этом регионе армяне. И карта это нам показала, которую вы видели. Также карабахский стиль не есть азербайджанский стиль. И любой ковродел из Карабаха, независимо от национальности, творил именно карабахский стиль. Именно поэтому этот стиль не называется ни армянским, ни азербайджанским. Просто до политизации искусства никому в голову не приходило, что коврам нужен кроме растительных красок и национальный окрас. Обычно в цивилизованном обществе достаточно регион изготовления или населения региона. Поэтому говорить о том, как утверждает автор главы Карабах, история в контексте конфликта Исмаилов, цитирую, этим занимались исключительно мусульмане, лишено логики. Ковроделия зародилась задолго до ислама. Да и мусульмане понятие растяжимое, раз уж на то пошло. Ислам запрещает наносить изображения людей, птиц, животных, растений. Этому не препятствует лишь шиизм. К тому же, как объяснить тогда высокое ковродельческое искусство тех же армян или албан, или индийцев, китайцев. История их говроделия тоже зародилась задолго до ислама. И до сих пор очень популярна. Так что исмаиловские доказательства причастности Карабаха к азербайджанцам, только потому, что, по его мнению, там ткали ковры, а коврами занимались исключительно мусульмане, лишены логизма. Впрочем, о какой логике может идти речь в азербайджанской науке, когда там нет даже такого слова? В армянском есть трамабанутюн, а как по-азербайджански-то логика? Мянтик – иранское словечко. Как и Новрус, и Шакяль-Бура, и Азербайджан, да и сам ковер – халча. Так что давайте не будем заниматься ковровыми войнами. Все-таки это большой и красивый труд, созидательный труд. Ибо если друиды, поэты, ученые и прорицатели, балты – люди Янтарного моря, славяне – сыны Перуна, грузины – хранители святынь, парфяне – последователи Заратуштры, то армяне, по словам Дэвида Лэнга, народ-созидатель. Извините, эта серия многотомников пока что ничего не ответила на вопрос, кто есть азербайджанцы. В серию древних народов они не вошли. Очень сожалею. Редактор субтитров, Корректор А.Егорова Продолжение следует...